приветствую снова полчаса будем говорить о том что у нас у всех в головах я уверен сегодня тема супер популярна это депрессия потому что мне кажется каждый если сам у себя если специалист не ставил этот диагноз кому-то то я уверен что многие задумывались таким методом самодиагностики о том не депрессия ли у меня вообще в практике это насколько распространенный диагноз вот правда ли это первое место депрессия одна из сайду я не работаю всем не обязаться здравоохранения это одна из самых распространенных хотел сказать многие считают зараза кстати но не через бактерии или вирус а обстановка депрессивного влияет на членов семьи это очень распространенный заболевание это заболевание и я хочу об этом сказать два слова я психолог это больше все-таки разговор психиатра поэтому я постараюсь не выходить за свою компетентность психологическую и не перелезать так сказать в епархию врачей но люди чувствуют конечно что это бы не знает что ну вот здесь самый главный вопрос который многие я уверен гуглили и задавали сами себе может быть обращались к специалистам как дифференцировать как определить это вот просто сезонная не знаю не сезонная ситуативно какая-то хандра плохое настроение и депрессия слышал что одно из главных определяющих свойств это какая-то длительность вот если этот промежуток продолжается больше там условно недели двух месяцев это уже депрессия знаешь самый простой способ пойти психиатру кстати давайте людям объясним а человек который может понять есть ли вас депрессии в клинической форме и прописать вам лекарство называется психиатр но слава богу что нас смотрит за рубежом то что российские граждане боятся слова психиатр потому что в ссср была карательная медицина и карательная психиатрия поэтому даже сама идея прийти с паспортом постановки в отчет и так далее а у людей прямо убивает любое желание пойти лечиться слава богу времена прошли эти и если вы не понимаете что это но вам плохо во первых если вас вообще возникает вопрос что что-то с вами не то с чем не то ваше настроение или она колеблется есть такое еще заливание цикл теме и когда у людей меняется настроение или у вас снижен жизненный тонус перед депрессией есть остыния это состояние снижения интересов снижение тонуса апатии вялости так далее который если не лечить кстати перерастает потом депрессию вот если вы чувствуете депрессии на самом деле очень много есть раздражительные есть тоскливые ты говоришь там сколько длится эпизод есть реактивная депрессия эта депрессия как реакция на что-либо на смерть близкого человека на разорение увольнения с работы войну и так далее то есть объективные вещи которые провоцируют у человека проблемы с психикой депрессия есть состояние но там усталости до человек думает что депрессии нет он поспал съездил на недельку отдохну приехал бодрячком никакой депрессии нет а если человек в течение длительного времени ну скажем ты взял неделю в две недели до чувствует дискомфорт что это значит плохо чувство тревоги чувство беспокойства разбитость сонливость усталость апатия отсутствие мотивации отсутствие желаний нежелание идти на работу тут сейчас все наши зрители варенда все сняли пошли в психиатру до симптома желание этого я да вот вот эти состояния то это повод не копаться в интернете это бред врачи даже не смеются потому что они считают что многие еще самолечением занимаются а идти к врачу специалисту сказать доктор а чем разговаривает врач психиатр он спрашивает тебя про твое состояние расскажите что вы чувствуете ты начинаешь говорить что ощущение вот такое что я прихожу домой у меня нет сил разговаривать люди меня раздражают я хочу выключить свет и повернуться зубами в стенке вот при там тяжелой форме депрессии теперь люди перестают чистить зубы мыться есть забывают и не раздевается спят в одежде в ботинках и на улицу не выходит подолго но это уже совсем такая запущена уже форма то есть вот при этих симптомах даже первых человек должен понять что есть проблемы и не стесняться идти к врачу но все же какие-то чаще всего же из-за чего это происходит это мы уже разобрались реактивную историю первое но самое понятное всем людям это реакция на ситуацию то есть что-то произошло в жизни огромный стресс психика не переварила этот стресс и она дала сбой и сейчас я об этом тоже хочу рассказать с точки зрения медицинской депрессии это неплохое настроение это проблема с метаболизмом нейротрансмиттера в коре главного мозга все-то чисто органическая история она не это биохимия да это значит а за наше состояние за наше настроение отвечает давай не буду я умничать их варить на каждое слово нейротрансмиттер гормонами назовем три главные гормоны и вот по поводу депрессии о которых мы говорим серотонин дофамин норадреналин из них вот это дофамин и серотонин на самом деле еще таскать более распространены хотя норадреналиновые проблемы тоже есть значит вот тут и хочется как-то ограничить себя и в медицину все-таки не залезать да а когда у человека идет нормальный метаболизм этих мир и медиаторов нейротрансмиттер гормонов то он себя чувствует шикарно как мы с тобой прямо сейчас мы улыбаемся у нас живая речь эмоционально окрашенная при депрессии вяло разговаривает они так приходят или доктор я так себя плохо чувствую так как в анекдоте бабушка приходит и доктор я так вот бывает лягу и лежу знаешь да лежу-лежу и потом сяду так и бывает я так сижу потом женщина вы идите идите вот когда депрессия вот так разговаривает где вялая речь эмоционально никак не окрашена вот а за все это за эти процессы отвечают вот эти вот гормоны серотонин дофамин вот при депрессии их метаболизм нарушается например их выработка недостаточно у чек становится вялом апатичным слезливым тоскливым раздражительным бывает гнев наоборот но все это ненормальные эмоции потому что они напрямую зависят от выработки этих мир и медиаторов так вот в основе депрессия и и клинической форме в медицинской форме тогда когда людям прописывать лекарства эта история о том что этот метаболизм нарушен чек нездоров но лекарство это довольно такая уже серьезная история многие причем я знаю и наблюдаю даже пытаются прибегать к самолечению то есть но в тех же штатах есть очень много биологически активных добавок опять мы сейчас медицину конечно немного уходим но тем не менее аминокислоты и так далее то что как заявлено производителем может помочь улучшить настроение вообще сделать взгляд на жизнь более позитивным это по опыту насколько эффективная штука ли это плацебо в основном ты знаешь я все-таки очень уважаю традиционную медицину я считаю что депрессия это заболевание и она лечится лекарствами человек не может бегом на 100 метров потреблением пива или водки у нас свой способ лечения депрессии решить вопрос да когда не было препаратов депрессию лечили физическими нагрузками бессонницы кстати тоже и лечили и там спортом то что у эндорфины выделяется человек как бы бодрее во-первых поди заставь депрессивным спортом заняться здорово ты не заставишь во-вторых все-таки это заболевание которое лечится следующим образом почему но я также тоже не хочу опять уходить медицину вот и про бады заговорил бады это не медицина все за это биологически активные добавки смотри нарушение метаболизма нейромедиаторов лечится следующим образом человек получает пилюльку препаратик такой их много сейчас они там называется по-разному там ингибиторы трициклические обратного захвата серотонина дофамина 2 и сразу на 2 действует нейромедиатор они многие боятся же этих таблеток думать вот я психом буду меня привыкание будет я ж наркоманом стану нет друзья мои в атаке гиперсантов привыкания нету почему какой смысл этого препарата этот препарат просто делает ваш метаболизм здорово вам не хватает серотонина он делает так что он больше вырабатывается серотонин вам нужно брать адреналин он убирает адреналин до нормы то есть не то что в нем какое-то вещество психотропное который прямо и все эти препараты антидепрессант они в основном одного действия они помогают оптимизировать вот этот вот метаболизм этих гормонов и все поэтому когда у человека депрессии ему надо этих врачу и врач просто так не будет выписывать вот врач как раз тот человек который скажет ой а давайте вы это самое чесночку весной поешьте да побегать и на рыбалку съездите то есть врач говорит я не вижу здесь клинической картины серьезный да вот то о чем ты спрашиваешь бада добавки вот эти здоровый образ жизни давайте питание пересмотрим давайте про пищевое поведение поговорим врач сам хочет не прибегать к лекарству врач хочет на таскать стадии легкой до решить проблему там нормализуем сон режим дня себе сделаем и так далее если это реальные заболевания но какие добавки но какое самолечение только препарата мне кажется многие просто опасаются что вот сейчас вот пропишет курс и это даже не вопрос привыкания вопрос отмены препараты и все вернется на круги своей теперь все это но нет как правило редко у кого по моего или вообще ни у кого или почти ни у кого нет синдрома отмены кстати бы проверку вспомнили как ее называют нации прозак а значит прозак но этот я хочу людям тоже объяснить ну просто есть такие как клише да там памперсы мы знаем что это не бумага это название компании но все на гасеркс так вот депрессанты все это эти депрессанты и помню там второго третьего четвертого поколения но несколько десятилетий 30 миллионов человек сша 30 миллионов это население больше многих стран пили прозак в сша вообще вывода поэтому я не помню кто это придумывает это роман кино что сша это нация прозак прозака да сейчас уже есть препарата по моему 8 9 поколения чем разница меньше побочных более чистый препарат более избирательно влияет на конкретный участок коры головного мозга вот конкретно на эту проблему и создает меньше побочных проблем поэтому я сам считаю я вообще обожаю медицину я люблю врачей я тащусь от лекарств я считаю кто много лечится то долго живет а главное счастлива по поводу в возрастных групп где это чаще всего встречается есть не знаю миф не миф насколько это распространенное суждение что с возрастом чем старше человек тем более он подвержен депрессии возможно это опять же связано с органическими изменениями коры не коры головного мозга тоже вообще ни разу не специалист в области медицины на беру что ты пряжи настолько правильно копаешь хоть сказать может быть это было бы твое второе призвание черт его знает да ну а дал в общем-то правильно ли я понимаю ты понимаешь значит есть такое мнение психиатров что после 65 лет и хочу врать по мне 60 а 60 5 все должны пойти к врачу почему вот все что ты сказал я только могу за тобой повторить потому что с возрастом гормоны уже не те уже метаболизм меняется а людей вообще как сказать другой статус и психически другой статус и физически другой статус на там все другой там мозг по-другому работает там кровь меняет там давление другое ну короче говоря многие психиатры большинство психиатры в мире считают они не говорят вы должны пить таблетки в мире вы должны пойти к врачу после 65 и если вы просто так вопрос вот посмотрели в паспорт 65 а бывает когда вы даже 65 лет а вы прям чувствуете что состояние ухудшается вы например было 50 вы работали вы были востребованы у вас были деньги вас все уважали высот разнали зачем вы живете и каждый день был чем-то наполнил 60 работа нету денег нету идти никуда то есть дело не в том что вам еще 65 нету я в том что ваша жизнь объективно изменилась это повод если вы чувствуете из-за этого унылость уныние разочарование в жизни апатию вы не знаете зачем вам вставать вам некуда идти вы были востребованы первые никому не нужны вас ощущение брошенности вот это повод идти к врачу потому что дело не в паспорт а я в том что у вас образ жизни был такой гениальный фильм в советское время с михаилом ульяновым он был директором крупного завода его на пенсию отправили он начал психовать он потому что всю энергию на заводе растрачил орал там строил всех а тут все дома теперь все это дерьмо теперь дома завода нету и он начинает всех строить орать невыносимости не может привыкнуть к изменению статуса это повод это первых может депрессии перейти а вторых вот против врачу окей а как быть тогда с подростковой депрессии вообще существует ли она или это тоже вопрос смены статусу но прямо умер в тебе психиатр прямо каждого вопросе не братья в глаз умничка почему подросткового возрасте тоже есть юношеская так называемый депрессия потому что если у стариков все эти процессы как бы немножко угасают да то молодых они так формируются я перед очень простой пример понятно каждой женщине если женщине 35 лет и у нее нарушен менструальный цикл у нее что-то происходит и надо идти к гинекологу врачу сдавать анализы что-то не то может воспаление может еще что-то а если девочки 13 лет у нее вообще цикла нету не строить ну да она же ей 13 лет какой мы строим цикл а причина та же самая это как болезнь но просто это не считается болезнью она маленькая еще но по ее переживаниям по гормональным проблемам это то же самое что гормональный сбой в 35 но мы к этому относимся так как будто это но возрастное эти мальчики подростки до сумасшедшие но возрастное суицид детский нюханье клея и все остальное на самом деле депрессия в этом возрасте такая же о да не такая же более острый может быть чем в пожилом потому что очень неокрепшая психика психика как у маленького ребенка при этом амбиции как у взрослого человека это порождает конфликт плюс сердечно-сосудистая система не успевает за костно-мышечный то есть но в этом возрасте в детском подросткового они растут быстро а сердце да вообще надпочечники гормоны не успевает все просто обслуживать дети идут в разнос что это значит они становятся крикливыми слезливыми они сильно устают у них нет силы надо либо задают дофига у них наоборот самый тяжелый период паскать академически в жизни а их хочется просто лечь и поспать до плюс они начинают пить курить по статистике даже наркотики нюха не клея в россии в 12 лет начинается а секс 15 половина многие просто не знаю так вот а у них самый тяжелый период именно гормональный тяжелый период и к сожалению в этом возрасте очень часто бывают эти депрессивные эпизоды я никто я не никто не любит я полный урод и не такой как все или я такой как все это еще хуже и так далее и это конечно же повод родители тут уже без родителей не обойдешься понять что не надо воевать с ребенком и надо говорить что у нее егэ это самое большое событие в его жизни надо понять что ему плохо ему требуется помощь и вот тут мы подходим к вопросу как это понять как это распознать причем это касается не только детей опять же тех же пожилых членов семьи вот на что надо обратить внимание что должно насторожить чему надо присмотреться другим родственникам да не знаю даже поведение изменение массы тела ну например такие тяжелейшие заболевания как анорексия булимия тоже тоже все родные сестры и братья депрессии да когда девочка вдруг перестает есть блюет вместо этого вызывает рвоту когда мальчик говорит я весь такой страшные прыщавые мелкий и страдает из-за этого и тоже пытается что-то делать нарушение сна многие не могут заснуть и по положи телефон спи а вы думаете если бы он мог спать там бы телефон играл тут такая взаима исключающая история он играет он и он ему тревогу должен ее на что-то сбросить постоянные тревоги страхи постоянно недовольство собой не принятие себя а смена настроений от ржания к плаксивости от гнева к радости вот все вот эти симптомы могут посторожить родителей и должны их насторожить но тут в общем-то чаще всего люди ссылаются на то что это возраст и так далее мне кажется здесь проблема еще в какой-то низкой культуре именно восприятие этого угрозы как серьезно это что низко просто в отсутствие культуры никто ребенку не будет просто так прописать и какие-то депрессанты более того это же врачи которые с детьми работают а детский врач пусть он психиатр психоневролог и так далее но это детский и он наоборот будет что-то щадящие предлагать может как раз вот твои эти бады и понадобятся до или какие-то более здоровые отношения в семье где не надо это гонку устраивать за этими экзаменами чтобы ребенка был режим чтобы он высыпался отдыхал кто-то предложит перевести в нормальную школу церковно-прихожая адскую они в самую крутую что он там загнулся просто и так далее то здесь как раз очень много коррекции я могу я сейчас очень плохо помню потому что я работал я кончил закончила работать в школе когда мне было 29 лет то есть 30 я уже школе не работал а сейчас не уже 58 но что-то я еще помню из школьных да и старшеклассники вот их внутреннее состояние достаточно тяжелое нестабильное самый самый сдать как сказать самый спокойный период у детей это возраст примерно вот у них заканчивается кризис трехлетнего возраста от 4 и до 12 вот они спокойные они то в садик пойдут по тебе в школу хочешь тебе посуду помоет хочешь пятерку принесут а до четырех они пытаются найти место под солнцем у них острый конфликт с родителями они на все говорят нет а после 12 извиняйте у девочек начинается вечную мальчиков полюции и все идут в разнос 13 14 15 16 постепенно начинает устаканиваться успокаивается и в общем те кто пережил этот период вовремя в 18 уже чувствует себя нормально но это периоды тяжелые депрессии там может быть конечно рассмотрим следующую ситуацию вы как родственник наблюдаете за своим родственникам неважно младше он вас старше понимаете что что-то не то но человек отвергает попытки помочь то есть ты убеждаешь его в том что необходимо обратиться к специалисту к медику он ни в какую меня все нормально ну или не знаю как-то по-другому это может проявляться здесь что делать и как далеко и до каких пределов это может довести здесь очень болезненная тема есть закон по этому поводу принудительно ты можешь лечить его только в том случае если его состояние может нанести ущерб жизни здоровье его или других людей то есть если человек настолько ведет себя неадекватно что реально представляет угрозу для себя или для других это через суд принимается решение о принудительной госпитализации лечения но ты же понимаешь это не вряд ли это случая депрессия конечно но там бывает когда чек ну как на фоне но это как сказать это не только депрессия то та же самая булимия да там чек весит уже там 35 килограмм девчонка который метр девяносто роста до что с ним делать я придется лечить почему она умереть может просто дистрофии или анорексия да или переедание как и они вместе были мир с на россии присуществует а попытка как это жена льва толстого софи андреевна на себя ножницами колова грудь пыталась тебе заколоть но с таким мужем это и может понять вот то есть таких ситуациях во всех других случаях это очень грустная история но вы ничего сделать не можете все эти разговоры я ему тут суп подсыплю нет вы можете себя обезопасить например есть семья и в израиле меня был такой случай когда ко мне приходил мужчина у которого дочь и жена а жена вот я не помню как депрессия называется она видит в себе все заболевания читает медицинской ипохондрию но и походу отдельно да она убирает 24 часа в сутки то есть она не работает из дома она не выходит она лежит и все что она интересует вот это еще тоже моё и вот этой справочник до практического врача настольная она и в доме абсолютно кладбищенская обстановка ну то есть вообще невозможно и ничего с ней не сделаешь женой ну то есть она не как бы не умирает но мозг уносит так что потом так оказалось мы начали работать с этой семьей дочь из дома стала убегать дочь пить начала там еще жизнь школу бросил и так далее вот такая ситуация муж говорит тебе надо лечиться хотя бы психологу окей лечиться не хочешь начни чего-нибудь пойди психолога жена отказывается ну плохо там закончил то что у дочери начали серьезные проблемы дочь делал все вы выйти из этой кладбищенской обстановке на невыносимо когда лежит ее мать который молодая женщина там лет тридцать пять и так стоит и это каждый день годами вот но это больной человек она не симулянка не надо думать это болезнь так выглядит на лечиться она не хочет вот сейчас вот тогда мне было там 30 лет сейчас чуть побольше я бы сказал вы отец ко мне приходил выслушать его раз такая ситуация ночью жене предложили она не хочет кутей вы тогда вынуждены видимо и разъехаться с ней то есть вы должны обезопасить ребенка и ребенка вывести из этого эпицентра депрессии ага тоже надо уже на ночь имеет возможность лечиться она не лечится это ее выбор в общем да здравствует медицина единственное что грустно и жире однажды когда я еще работал на эхо москвы позвонила женщина и сказала вот сын у меня наркоман и он погибает что мне делать ничего смотрит их погибает то есть с точки зрения юридической вы ничего не можете сделать но попробовать я думаю в любом случае наверное можно хотя каждый каждого жить можно умирать спасать грудью таскать амбразуру закрывать нет люди знают что них есть такая возможность про то что планы здесь не признают них вообще проблемы есть и так далее но к сожалению законодательно вы не можете заставить человека лечиться но если другого не можете заставить лечиться хотя бы отправьте себя к врачу если есть такая потребность спасибо михаил лапковский